Музыка 12 октября в Управлении внутренних дел города Бендер прошла лекция об особенностях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при подготовке и проведении президентских выборов. Заместитель начальника по работе с личным составом подполковник милиции Максим Рыбак подчеркнул, что основные задачи, стоящие перед органами внутренних дел, защита прав избирателей, принятие решительных мер по выявлению административных правонарушений и обеспечение общественной безопасности. К охране общественного порядка в период выборов будет привлечен весь личный состав бендерской милиции. Подобные занятия в ближайшие два месяца будут проводиться систематически. Цель правовых инструктажей – повышение бдительности и оперативное реагирование при получении сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной части около двух часов ночи. Во дворе частного дома по улице Дзержинского горел автомобиль марки «Ауди». Хозяин жилища пытался самостоятельно побороть пламя, но к тому времени огонь успел повредить деревянные блоки потолочного перекрытия жилого дома и перебросился на соседнюю крышу. При осмотре места пожара было установлено, что выгорела большая часть автомобиля, то есть непосредственно был уничтожен моторный цикл, салон автомобиля, багажное отделение, остекление и авторизирование. То есть фактически автомобиль был уничтожен полностью. В настоящее время проводится дознание. Пока что основной причиной возгорания считается неисправность в электрооборудовании данного автомобиля. По факту пожара ведется дознание. Редактор субтитров А.Семкин Мошенничество – один из видов воровства. В уголовном праве это слово трактуется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В современном обществе мошенничество становится все более распространенным и изощренным. Основное орудие преступника – хитрость, а как следствие – обман. Мошенничество в современном мире отличается исключительной многоликостью, адаптивностью, динамизмом и способностью к модернизации. Столь прогрессивный скачок в эволюции преступления подтверждает тот факт, что наша жизнь становится все более технизированной, а формы человеческого общения все более компьютеризируются. По сути, сегодня мы доверяем компьютеру все свои личные данные, то есть всю свою жизнь. Преступнику остается эта информация лишь грамотно воспользоваться, так как для хакеров, которых уже чрезмерно много, она лежит на поверхности. Мировая статистика сегодня утверждает, что мошенничество стало наиболее распространенным видом преступления. Не стало исключением и наша преднестровская статистика. По данным информационного центра МВД ПМР, количество преступлений по статье «Мошенничество» в 2014 году составило 72. В 2015 их количество возросло на 17% и составило 83. В этом же году, только за первые пять месяцев, по данной статье возбуждено уже 59 уголовных дел. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года было зарегистрировано лишь 35 мошенничеств. Очевиден не только рост данной категории преступлений. Специалисты констатируют и тот факт, что мошенники стали действовать с особой циничностью и даже дерзостью. Так, сотрудниками МВД ПМР было раскрыто беспрецедентное для нашей республики преступление. 23-летняя сотрудница Государственного резервного фонда ПМР, воспользовавшись служебным положением, предлагала предпринимателям свои услуги. Потенциальные жертвы надеялись, что могут получить под свой бизнес льготное кредитование по низким процентным ставкам. Свои услуги мошенница оценила в 30 тысяч долларов США. Количество потерпевших растет. Подозреваемая под стражей. МВД ПМР Не менее популярным способом совершения мошеннических действий является так называемая торговля с рук. Речь идет о продаже определенными лицами всевозможных товаров, начиная от мобильных телефонов, пледов, постельного белья, бижутерии, специй, бытовой техники и кончая с золотыми изделиями. Обращаем ваше внимание, что слово «золотые» не стоит воспринимать буквально. На поверку их заменяют самые дешевые подделки из блестящего металла. Впрочем, судя по количеству обманутых граждан, обратившихся впоследствии в милицию, весь предлагаемый им товар неизвестного происхождения и весьма низкого качества. По данным криминальной статистики, таких преступлений выявляется в год около 5%. Но данные цифры не окончательны, так как в большей степени пострадавшие лица не заявляют о данных фактах. Теперь о гадании. Будучи хорошими психологами и владея навыками гипноза, мошенники с легкостью находят в толпе безупречную жертву. Стоит лишь заговорить с ними, посмотреть им в глаза, и вы уже безвольный клиент. Открыв дверь квартиры и увидев незнакомого человека с ребенком, который просит воды или разрешения перепеленать дитя, лучше проявите бдительность, пусть даже она покажется вам жестокой. Только в этом году зарегистрировано 17 фактов, в которых беспечные хозяева, впустив в жилище незнакомую женщину, оказались обворованными. Материалы некоторых уголовных дел поражают уровнем наивности пострадавших граждан. Люди, рискуя собственным благосостоянием, отдают взаймы суммы, которые вполне могли бы обеспечить им самим долгое безбедное существование. В 2010 году гражданин А путем обмана под предлогом займа денежных средств на год похитил у жителя Бендер 30 тысяч долларов США и 300 евро. В правоохранительные органы обратился еще один бендерчанин. Он просил привлечь к ответственности гражданина М. Последний, войдя в доверие к потерпевшему, взял денежные средства в сумме 48 тысяч 200 долларов США для бизнеса и до настоящего времени деньги не вернул. В 2014 году поступило заявление от 73-летней пенсионерки о том, что гражданин А под предлогом оказания юридической помощи завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере полутора тысяч долларов США. Помощь не оказал, деньги не возвращает. 22 человека пострадали от преступных действий бендерчанки. Женщина под различными предлогами просила знакомых оформить на их имя кредиты в банках. Деньги ей нужны были на развитие бизнеса. За услугу каждому она сулила хорошие проценты и брала обязательство погашать задолженность перед банком. Однако своих обещаний не сдержала. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, исчисляется десятками тысяч долларов. Раскрытие данной категории преступлений осложняется прежде всего сроком давности совершенного мошенничества. Потерпевшие, как правило, смиряются с фактами невозврата денег на несколько лет. Пытаются решить вопрос самостоятельно. Лелеют надежды на пробуждение совести у занявшего деньги. И только потом принимают решение обратиться в правоохранительные органы. Стоит заметить также, что чаще всего потерпевшие не могут предоставить каких-либо документов, подтверждающих тот факт, что деньги были предоставлены взаймы или на оказание какой-нибудь услуги. Закрепление сделки у нотариуса многим людям кажется делом хлопотным, а в результате – серьезный материальный да и моральный ущерб. Сотрудники МВД ПМР раскрыли мошенничество на сумму более 200 тысяч долларов США. По подозрению в совершении преступления была задержана 44-летняя бендерчанка. За помощь в оформлении загранпаспорта Российской Федерации она брала со своих клиентов от 1,5 до 5 тысяч долларов США. На протяжении года она собирала у потенциальных клиентов документы и большую сумму денежных средств, после чего с ними скрылась. От преступных действий подозреваемой пострадало более 40 человек. Телефон мошенницы граждане, желавшие оформить документы, узнавали от родственников, друзей и знакомых. Не получив в обещанный срок ни загранпаспортов, ни возврата денег, обманутые клиенты обратились в милицию. Как выяснилось в ходе разбирательства, подозреваемая не являлась сотрудницей каких-либо официальных структур, уполномоченных заниматься оформлением таких документов. И, следовательно, получить гражданство для своих клиентов законным путем она не могла. Подозреваемая на протяжении 9 месяцев скрывалась за пределами республики. Благодаря успешно проведенной операции сотрудники МВД ПМР задержали мошенницу, когда она прибыла в республику, чтобы продать свое жилье. В отношении подозреваемой возбужден ряд уголовных дел по статье 155 УК ПМР. Мошенничество в крупном и особо крупном размере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова